14 августа в парке Зелёный остров прошёл фестиваль скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию». В нём приняли участие более 200 мячей разных возрастов. Перед стартом поклонников скандинавской ходьбы приветствовал первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник. Он отметил доступность и эффективность данного спортивного направления. Главная ценность этого вида спорта и пройдения таких праздников – это цифра. Цифра от 5 до 85. Это возраст участников, которые сегодня принимают участие в этом мероприятии, выходят на старт для того, чтобы пройти дистанцию. Это очень доступно, очень полезно, не травмоопасно абсолютно. Несложная техника, её очень просто можно освоить за одно-два занятия и потом заниматься именно для укрепления, развития своего здоровья. Активная разминка помогла хорошо подготовиться к движению. Участникам предстояло пройти дистанцию в 3 километра. Со старта поход возглавил один из главных организаторов фестиваля, президент Омского областного фонда поддержки спорта Михаил Расин. Скандинавская ходьба Скандинавская ходьба – это уникальный вид физической активности, который доступен для всех возрастов. Особенно полезно, безусловно, конечно, людям старшего поколения, детям в том числе, потому что они улучшают осанку. Но самое главное, что он доступный, экономический, благоприятный, нужно купить всего лишь палки. Ходить можно по любому покрытию, в любых местах. А техника позволяет работать почти 90% мышц. И нагрузка достаточно для того, чтобы можно было общаться и получать должный эффект. Азарт нарастал в ходе движения. Каждый участник похода чувствовал поддержку единомышленника. Мышцы развития идут хорошие. То есть плечевой пояс, руки работают, ударная нагрузка на ноги, этаж 4-глава, икра-ножка, голеностоп отлично развиваются. Улица. Чем преимущество перед залом? Улица. Ты идешь, дышишь, смотришь, в большинстве чисто воздухом. Общаешься с людьми, если какие-то единомышленники. То есть это существенный фактор для развития. О достижениях и положительном эффекте ходьбы участники фестиваля рассказали на финише. У меня остеохондроз, и спина стала гораздо лучше работать после того, как я стал применять методы стандинавской ходьбы. Вот это очень важно для меня. Самое ценное, чтобы земли не клонят, а ты идешь, потому что они не дают тебе наклониться. И подбородок повыше, потому что, ну как бы там ни было, человек с возрастом старается уже немножко изменить свою походку. А палочки и не дают. И нужно выкинуть, толкнуться и расправить плечи, и вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok